Какая-то эвакуация происходит, я птик знаю. Эвакуируешь, все уходят, все. На сборы 5 минут эвакуации, а красноярские школьники рассказывают, не успели сегодня сесть за партой, как сработал сигнал тревоги. Пришел секторно покидать школу. В около часа ученики и педагоги стояли на улице, не понимая, что происходит. Сборы были стремительными, многие выбегали в чем есть, смены обуви и без сумок. Детей вывели так на улицу, накинули верхнюю одежду и все. То есть теплые штаны и сменка, они остались в школе. Он вышел в летних кроссовках и все-таки в брючках. Я говорю, ты как добрался? Говорит, мам, ну я как бы немного замерз. Он говорит, я доехал на автобусе. Я говорю, что за автобус? Какой маршрут? Он говорит, 78-й. Я говорю, ты как оплатил поездку? Он говорит, ну я сказал, что так и так, наши школы попросили выйти и денег у меня нету. Он говорит, бесплатно давить для меня, не вышли в деревню. Сообщение об эвакуации тем утром поступали один за другим из разных районов города. Многим родителям пришлось спешно убегать с работы, чтобы забрать обратно домой своих детей. Некоторые, правда, решили, что идут учения, но многие перепугались не на шутку. Меня отпустили с работы, чтобы я специально съездила и забрала, потому что даже если нет эвакуации в моей школе, для меня здоровье и жизнь моего ребенка первостепенная. Практика учения в школе очень распространена. Я как понимаю, если у них учения, во-первых, родители предупреждают, что учения будут, и у них, как правило, пожарные идут учения. И, в принципе, вот сейчас вот, ну как раз с учительницей разговаривали, с классным руководителем, у детей паники не было, дети уже были подготовлены. После массовой эвакуации к зданиям подъехали спецмашины, пожарные и полицейские. На территорию не пускали никого. Как стало известно позже, примерно в одно и то же время, с 7 утра на электронные адреса более 50 школ пришли сообщения о минировании. Уже ближе к обеду проверка установила письма, ложной угрозы нет. Однако занятия на сегодня отменены, так положено. Впрочем, самих детей такой расклад очень даже устроил. Плюс еще один выходной, а вот учителя, похоже, сегодня серьезные. У нас происходит сигнал специальный, мы, значит, детей сразу собрали, вывели на улицу. Мы всегда собираемся здесь на футбольном поле. Уже быстренько-быстренько собрали, кого собирали, уже другие учителя отводили. То есть не задерживались. Волна минирования, а именно школ, сегодня прокатилась сразу по нескольким российским городам. Это и Владивосток, и Хабаровск, и Улан-Удэ, и Красноярск. Ни одно из грозных сообщений, к счастью, не подтвердилось. Диана Хатяш, Виляндрий Крупнов, Алексей Гусев, Енисей. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова